всем привет стою сейчас над своими детишками пришла посмотреть как тут они поживают вот что вроде как пошли пучки расти сейчас минус киеве и киевинке киеве Так, тут тоже, видите, почечки проклевываются. Бутылки темные, плохо видно. Ну, я тебя посадила вот буквально, когда была утепель, втолкнула в землю. Посмотрим, что будет. Уже, считай, в ноябре, в конце ноября. Так что, растут. А это мой дейс. А почему я к нему подошла? А потому что он в четырнадцатом году у меня пострадал. Был прилет к соседям. А все осколки, они очень далеко разлетаются. И вот ему, видите, у меня он однобокий основную ветку. Вот тут ему полностью отбило макушку. А тоже пошли боковые. Ну, я как бы стригу, немножко кривоватый. А он пострадал от войны. Вот, кстати, осколок нашла уже. Вот буквально газон чистила. Даже не газон, юг сюда посадила. И когда копала, выкопала вот этот осколок. Видите, какой. Да, раз за буря. Она была так вот развернутая розочкой. К тому же ее завили. Да, ребят. Война это плохо. И очень страшно. Я долгое время не могла прийти в себя. Я сейчас так волнуюсь. Вспоминания нахлынули. Не могла долгое время прийти в себя. Ничего не хотелось. Было страшно. Мы приехали во время Еловайского котла. Нас дома не было. И мы приехали уже когда город освободили ополченцы. Как бы можно сказать, что затихло. В самом городе уже не было таких боев. Но вокруг все гремело. Страшно, ужасно гремело. Я вот так вот по забору пройдусь. Потом тоже. От осколков. Дыры. Дыры в заборах. Там. Можно подглядывать за соседями. Ну, потом как-то взяли себе в руки. А что, жизнь идет? Друзья мои уехали. Особо встречаться с Антесским была. Моя любимая кума уехала в Россию. Бросили все. Дом бросили. Ну, тут мама осталась. Кума. Вот. Это мой домик. В смысле пристройка к дому. Там кухня у меня. Видите? Сейчас. Трясаю. Крыша у нас. Местами, где сильно были большие дыры. Тоже от осколков. Мы заменили полностью. А так, где маленькие были. Муж их. Позалепил. Латками какими-то специально покупал латки. Сейчас покажу. Может отсюда будет. Тут же видно. Дом. Крышу дома. Так вот. И чтобы как-то прийти в себя. Друзей рядом нету. Самых таких близких, родных. И меня затянуло разоводчество. Скорее всего, не разоводчество. А так. Чисто для успокоения души. Начал заниматься розами. И делать видеоролики. Выставлять в Ютубе. Можете посмотреть, когда мой был видеоролик первый. И то про Ила Васька. Про разрушение в городе. Там были фото и на нашего города. Как я отношусь ко всему этому? Естественно, плохо. Сознавая. Чепушица так. Зелененькая. Класс. Все-таки розы-ролами. А когда присутствует зелень в саду, поднимает настроение. Тут еще магония. Магонию в прошлом году я проэкспериментировала. Оно было очень сильно загущенный куст. Очень огромный загущенный куст. Я многие ветки поубирала, тут тонкие. Ну и сделала, типа, неваки из нее. Смотрите, какой красивый лист сейчас зимой. Красотка. Сижу на кухне. Ну там, тут получается кухня, окошко. А здесь у нас как бы столовая. Вот, из этого окна сижу. И наблюдаю за своим садом. Плохо, конечно, отношусь плохо. Война это плохо, это страшно. Это просто страшно. Вот это, кстати, подстригла. Что спрашивала у меня. За Мадеус, видите, как. Кончики ему подрезала все-таки. Листья обобрала. Обязательно обираю листья, потому что когда снегу много, насыпает и их прям ломает. Это я в предыдущих роликах рассказывала. А вот. А вот это было у меня в розарии. То, что осталось от снаряда. Разорвал сам у соседей. Ко мне прилетели вот эти остатки. Двор был весь усеян осколками. С этой стороны покажу крышу. Труба была у нас пропеллером. Муж уже равнял в четырнадцатом году. Ну, пока оставили так крышу, потому что неизвестно. Война не закончена. Там на передовой пацаны ебнут. Мой собакин. Не видно. Бархан. Бархан оставался в четырнадцатом году. Да, барханчик? Страшно тебе, да, было? Страшно, конечно, страшно. Было страшно всем. А у нас оставался здесь кум. Жить. Когда мы эти месяца полтора, наверное, мы на стволе душа болела за дом. И вот он, собака вместе с ним в подвал. Нет, собака не в подвал. В подвал кум. А собака рядом лежала. Ну, так как он у нас добрый пёс, да, пёс? Ему повезло. Он выжил. То есть, он не кидался в никого. Или понимал. Может, умный, скорее всего. Вот это всё замазано. Это от осколков были большие, глубокие ямы. Это мы уже замазывали. Дом весь в трещинах вот таких вот. Но тут же ж было ужас ужасный. Всё прыгало, искакало, летело. Окна, конечно, заменили. Окна попадали у нас тут. Стёкла. Тут с обратной стороны дома вылетели совсем. Здесь были старые рамы. Попадали. Ну и когда мы ставили новые окна, соседка спрашивает, вам не страшно? А чего страшно? Ну, менять, говорит. Новые. А вдруг опять начнётся? Ну, то есть, мы денег потратим, а на всё пойдёт прахом. Вот эта вот населась у меня фиалка. Даже не фиалка, это это, они утины глазки. И они цветут. ноябрь месяц. Мне тут поле, они дыны глазок. Все почему-то они мелко. Мелкие-мелкие. Манюськи. Ну, а потому что холодно. Они чуть крупнее. Ну, они тут сами не крупнее. Вон ещё. Возле кустика. Я прошу прощения. Прям рука трясётся. Волнуюсь. Воспоминания прям так нахлыкнули. И хотела с вами поделиться. Ну, сейчас я показала свой дом. Вернее, крышу. Кстати, труба на трубе. Вон дырочка тоже от снаряда. Опять мы вернёмся к вопросу. Люблю ли я Украину? Сейчас нет. Конечно, тяжело всё это принять. Как жили мы в одном государстве и как можно так ненавидеть своих людей, чтобы их убивать. вот. Вот. Вы посмотрите. Я не стала её обрезать. Думаю, посмотрю, что будет. Это Рапс Содиэн Блю. Ну, уже, по-моему, бутончики замёрзли. Ну, и чтобы как-то отвлечься от всего этого. Подавить замёрзла. Ко мне прилетают птички. Лёд крепкий. Да хорошо мороз сковал прудик. Насос первый год убирала. То есть фонтанчик. А потом как-то один год забыли за него и так у нас нормально. Этот пруд тоже у меня очень давно. Ещё до войны. у меня его дети, ещё маленькие дети со мной жили, вкапывали. Тут мы с ними разрабатывали. Эта Манюсика была совсем. Посадила его. Тут как бы была альпийская хурка. Но потом этот куст так вымахал. Он сейчас у нас в центре сада. Красавчик. не будем о грустном. Всем теперь спасибо. Всем мира и добра. и пока-пока. Пока-пока.